Непривычно пустой зал, будто другая реальность, которая как кино в жанре хоррор происходит не с нами. Обычно в этот кинотеатр каждый день приходили по две тысячи зрителей. Последний сеанс здесь прошел еще 27 марта. Если малый и средний бизнес уже начинают постепенно оживать, то владельцы кинотеатров несут колоссальные убытки. При этом они готовы соблюдать все меры безопасности для своих гостей. Например, продавать билеты в шахматном порядке. Представим ситуацию, что я пришла в кино со своим воображаемым другом, который присаживается в это кресло. Это значит, что никто из зрителей уже не может занять ни эти два места, ни эти два места. Соответственно, пустыми должны остаться два кресла спереди нас и два кресла сзади. Члены семьи, пара и друзья могут сидеть вместе, даже втроем. Если в зале 250 мест, то в первое время в него будут запускать не более 50 человек. Между сеансами мы увеличили время до 30 минут. Чтобы у нас была возможность обработать все подлокотники, продезинфицировать все. Также вентиляция у нас настроена таким образом, что обратно воздух сюда уже не поступает. Можно покупать билеты онлайн. Также проходить в зал, отсканировав билет и минимизировав тем контакты. Закрыть ворота! В былые времена каждую неделю в прокат выходили примерно пять новых фильмов. За несколько месяцев мы уже пропустили такие премьеры, как «Мулан», «Форсаж 9», «Кролик Питер 2», «Черная вдова», «Новые мутанты» и много других. Сейчас кинопрокатчики всей страны ждут окончательное решение от Роспотребнадзора. Пока открытие залов намечено на середину июля. Если все будет хорошо, то барнаульские кинотеатры тоже начнут свою работу. Что будет с фильмами, которые уже готовились к прокату? Все фильмы, конечно же, да, перенесены и осенью, и 2021 год. На 2021 очень много премьер ушло на следующий год. Но каждый день у нас все меняется. Многие премьеры перенесены, потому что правообладателям невыгодно крутить сейчас премьеры в полупустых залах, даже если на такие условия согласны кинопрокатчикам. И все же нет сомнений, что когда кинотеатры откроют, нас ждет много премьеры хороших фильмов, которые уже запылились на полках и ждут своих зрителей. Ирина Корчегина, Николай Шелко, «День с толком».